Привет, друзья! С вами канал Учимся Отдыхать Вместе. Хотим поделиться своим опытом по зимнему отдыху в Шарм-эль-Шейхе и предложить несколько отелей для отдыха зимой. Кто еще не был в Египте, а только собирается выбрать для себя курорт для отпуска в зимние месяцы, смотрите и не переключайтесь. Надеемся, что этот обзор будет вам полезен и вы найдете подходящий для себя вариант. Если вы планируете отправиться в Египет зимой, самое главное – выбрать правильное местоположение и отель, чтобы не испортить себе отдых и в целом впечатление о Египте. Климат в Шарм-эль-Шейхе тропически пустынный, с очень малым годовым количеством осадков, но зимой часто бывает довольно прохладный ветер, что может подпортить вам отпуск при неудачном выборе места расположения и отеля. Видеообзор по климату в зимние месяцы в Египте вы можете посмотреть, кликнув на подсказку в правом верхнем углу, а мы переходим непосредственно к отелям. Начнем с отеля Hilton Shark's Bay Resort. Это уютный элегантный отель, расположен в 800 метрах от Soho Square в бухте Shark's Bay. Общая территория отеля составляет 135 тысяч квадратных метров. Отель разделен на две части дорогой. Первая линия – это Hilton Shark's Bay Resort, и вторая линия – Hilton Shark's Bay Deluxe. Дата постройки от комплекса – 2002 год. Отель имеет собственный песчаный пляж протяженностью 100 метров, коралловый риф и небольшой заход в море для детей. На пляже также есть понтон. До пляжа курсирует бесплатный автобус для гостей отеля Hilton Shark's Bay Resort, а также для гостей, проживающих на второй береговой линии в отеле Hilton Shark's Bay Deluxe. Пляж расположен в бухте, что спасает зимой от ветра. На территории есть подогреваемый бассейн, что является плюсом в зимние месяцы. Риф Оазис Блю Бэй Ресорт «5 звезд» входит в цепочку отелей Риф Оазис Hotels & Resort. Расположен в районе Расум-эль-Сит в Эль-Баша-Бэй, непосредственно на берегу Красного моря. Риф Оазис Блю Бэй – идеальное место как для отдыха с семьей, так и для молодежи. Общая площадь отеля – 100 тысяч квадратных метров. Отель имеет панорамные бассейны с джакузи и подогреваемый бассейн, на территории отеля есть водные горки. К пляжу ходит автобус и спуститься к морю можно также на лифте. Вход в море с понтона, но есть также и песчаный участок пляжа. Пляж закрыт скалами, которые защищают от ветра. Это отличное соотношение цены и качества. Мавен Пик Ресурт Шарм-эль-Шейх – достойный представитель знаменитой отельной цепочки на берегу Красного моря. Отель располагается на возвышенности в северной части бухты Наама-Бэй. Корпуса амфитеатром спускаются к берегу моря, что обеспечивает чудесный вид со всех номеров. Отель открыт в 1998 году и имеет площадь 160 тысяч квадратных метров. Есть подогреваемый бассейн, который работает с ноября по апрель. Вход в море песчаный, но есть и коралловый риф. Спуститься к морю можно лифтом. Отель отлично подойдет для семейного отдыха и для молодежи, которые ценят комфорт. Шарм-эль-Шейх Мариот Ресорт Бич 5 звезд находится в самом центре знаменитой бухты Наама-Бэй. Мариот Ресорт Маунтайн – корпус отеля Шарм-эль-Шейх Мариот Ресорт расположен на второй линии через дорогу от Мариот Бич. Гости отеля могут пользоваться услугами отеля Мариот Бич и наоборот. Открыт отель в 1996 году и имеет собственный песчаный пляж протяженностью 150 метров. Рядом коралловый риф и удобный вход в море. На пляже также есть понтон. Площадь территории – 110 тысяч метров квадратных. Отель подойдет для молодежи, так как находится в самом центре Наама-Бэй, где сосредоточены все дискотеки, ночные клубы и бары. Навитель Бич 5 звезд расположен в самом центре Наама-Бэй. Отель открыт с 1991 года и имеет зеленую ухоженную территорию, площадью которой составляет 38 тысяч квадратных метров. Большинство отдыхающих – это европейцы. Комплекс делится на две зоны – Навитель Бич и через дорогу Навитель Пальм. Гости из Навитель Бич могут использовать всю инфраструктуру отеля Навитель Пальм и наоборот. Отель имеет два подогреваемых бассейна. У отеля собственный песчаный пляж протяженностью около 350 метров и шириной около 150 метров пляж через променад. Удобный вход в море. Также есть коралловый риф и понтон. Длина понтона 23 метра. Отель отлично подойдет для молодежи и пар, которые предпочитают комфорт, сервис и ночную жизнь. Шорс Амфора Резорт – бывший ойтиом Амфора. Расположен в районе Расум-Льси на самом берегу моря. Отель находится в красивейшей бухте Амфора, названной так в память о затонувшем 200 лет назад греческом судне, перевозившем амфоры с вином. Именно поэтому в дополнение к красивейшим кораллам это место так привлекает любителей подводного плавания. Отель построен в 2001 году, подходит для молодежи и семейного отдыха с детьми. Близость расположения к комплексу «Тысяча и одна ночь» к дискотекам «Тач-Махал». Отель имеет собственный песчаный пляж, вход в море с деревянного понтона, рядом кораллы, есть также расчищенная зона от кораллов. У отеля есть крытый, открытый бассейн с подогревом, а также водные горки. Общая площадь территории – 110 тысяч метров квадратных. Сентида Риф-Оазис Сенсис Ресорт 5 звезд расположен в районе Хадаба на мысе Расум-Эль-Сит на второй линии за отелем Риф-Оазис Бич Ресорт 5 звезд. Слева находится отель Джаз Фанара Ресорт, справа Фараана Риф. Впереди Риф-Оазис Бич Ресорт. Отель Сентида Риф-Оазис входит в цепочку отеля Риф-Оазис Хотель Эн-Ресорт. Это идеальное место для отдыха с семьей, молодежи и в принципе всех категорий. Через дорогу от отеля находится развлекательный комплекс Альфа Лейла Валейла и дискотека Тач Махал. А торговые ряды Эль Мерката и Олд Маркет порадуют любителей шоппинга и местного колорита в любое время суток. Отель открыт с 2008 года. Входит в отельный комплекс совместно с отелем Риф-Оазис Бич Ресорт 5 звезд и гости могут пользоваться полностью услугами Риф-Оазис Бич Ресорт. Общая площадь территории 220 тысяч метров квадратных. На территории есть водные горки и подогреваемый бассейн. До пляжа расстояние около 500 метров, но курсирует бесплатный автобус. Пляжная полоса широкая, вход в море – песок и, безусловно, потрясающий коралловый риф. Вход с фонтона. Пляж закрыт скалами, что зимой спасает от ветра. Это огромный плюс для отеля. Джанс Фонара Ресорт энд Резиденс 4 звезды расположен в районе Хадаба на мысе Расум-Эль-Сид на первой береговой линии. Его пляж полностью закрыт горами от ветра и имеет отличный коралловый риф. И еще песчаный вход в море, что большой плюс для отдыха с детьми. Еще один плюс этого отеля – это близкое расположение к старому городу и развлекательному комплексу «Тысяча и одна ночь». Территория отеля имеет площадь 38 тысяч метров квадратных. На территории есть подогреваемый бассейн. Один минус – это спуск к морю по ступенькам и небольшая территория самой пляжной линии. Клуб Фарана Риф Ресорт 4 звезды. Отель имеет прекрасное местоположение в районе Хадаба на мысе Расум-Эль-Сид. Недалеко от Олл-Маркет и развлекательного комплекса Альфа Лейла Валейла. Это красивый отель с большой ухоженной территорией и одним из лучших пляжей в Шарм-эль-Шейхе. Год постройки отеля – 1994. Последняя реновация проведена в 2019 году. Площадь отеля – 110 тысяч квадратных метров. Рядом, с левой стороны, находится отель Риф Азиас Бич Резорт и Сент-Тито Риф Азиас Сенсис Резорт 5 звезд. Отель имеет бассейн с искусственной волной, бассейн с подогревом и джакузи под открытым небом. Но в отеле нет водных горок. Главное преимущество – это пляж. Гости отеля пользуются собственным пляжем спуск по ступенькам. Есть песчаный вход в море и пантон. Красивейший коралловый риф и защищенная скалами пляжная зона – это огромный плюс отеля в зимний период. Ибр отель Пелес 5 звезд расположен в старом городе в бухте Шарм-эль-Майя на первой береговой линии. Эта бухта со всех сторон закрыта холмами, песчаный вход в море, что идеально для отдыха с детьми. Минус отеля – нет кораллового рифа и в бухте много лодок, от которых идет неприятный запах топлива, а также близость к мечети, от которой периодически доносятся звуки молитвы. Но бесплатно от пантона возят лодка на коралловый риф, где можно насладиться подводным миром. Широкий собственный пляж. Здесь никогда не будет проблем с шезлонгами и зонтами. Отель открыт в 1996 году. Имеет площадь 30 тысяч квадратных метров. Имеет компактную зеленую территорию. Также открытый, крытый бассейн и бассейн с подогревом. Это далеко не все отели, в которых можно было бы отдохнуть зимой. Но мы постарались выбрать оптимальные по цене и качеству, которые могли бы подойти всем категориям. На этом мы заканчиваем этот обзор. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, в каком отеле отдыхали зимой вы и почему выбор пал именно на него. А еще поделитесь с нами другими вариантами по отелям для зимнего отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И оставайтесь с нами. Впереди вас ждет еще много всего интересного. До новых встреч!